МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Галина Титарчук. Более 50 миллионов рублей было выделено в столице республики на обустройство дворов. Уже третий год в Чебоксарах обустраивают парковки, строят детские площадки и прокладывают новые тротуары. Глава республики проинспектировал, насколько качественно выполняется ремонт. Как преображаются улицы, удаленные от центра города, увидел и мой коллега Дмитрий Ковалев. Укладывают свежий асфальт, красят ограды, стены и даже мусорные баки. Ремонт в этом дворе в самом разгаре. Подрядчики получили солидную сумму – почти полмиллиона рублей. Оценить работы местные жители должны в начале августа. Но уже сейчас строители дают гарантию. Несколько лет подряд они обязуются латать дыры и трещины на этой дороге. Ухабит, значит, трещины. Если вовремя заделать, меньше и затрат, и красиво. Ремонтируют дворы, не забывают и о парковках. В этом году в столице республики планируют обустроить более 50 площадок для машин. Где-то помощи от властей не дожидаются, инициативу в свои руки берут жильцы. Во дворе этого дома люди и вовсе построили парковку за личные деньги. Порядок удалось навести. Каждому определили место, где он должен стоять, машина. Если в ночное время приезжаешь, место у тебя пустует. Правда, этот пример – исключение из правил. Многие горожане ждут поддержки от властей до последнего. Жильцы дома по проспекту 9-й Пятилетки пожаловались главе на состояние коммуникаций. Трубы, говорят они, здесь не меняли давно. В эффективе надо настроиться на то, что будут сделаны. И сами должны быть готовы в этом участвовать. Благоустроенных дворов в Чебоксарах станет больше. Этим летом планируют отремонтировать более 100 территорий. Программа по их реконструкции действует уже больше двух лет. Где-то проложили новую дорогу, где-то установили современные детские городки. Из городского бюджета только на обустройство игровых площадок было потрачено 10 миллионов рублей. На сегодняшний день уже более 330 дворов отремонтировано. Составляет около 46% от общей потребности. В 2013 году на ремонт дворовых территорий выделено около 60 миллионов рублей. В том числе средства Республиканского дорожного фонда, в том числе средства городского бюджета. Но парковок и детских площадок в городе пока не хватает. Работы продолжатся и в следующем году. Причем их финансирование власти Республики планируют увеличить. Усилится и контроль за работой подрядчиков. Качество ремонта выходит на первый план. Чтобы сами жители тоже отслеживали, общественные организации, депутаты городского собрания, как качественно выполняются эти работы. Делаем эти работы для кого? Для горожан, для жителей. Чтобы у них социальное самоочувствие улучшилось. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Чтобы в городе не возникали проблемы после сильных дождей, глава администрации Алексей Ладоков отдал распоряжение коммунальщикам очистить ливневку от мусора. Именно забитая ливневая канализация стала причиной потопа на улицах Чебоксар. Напомню, что 9 июля в столице Чувашии под водой оказались несколько дорог и улиц. Был нарушен график работы общественного транспорта по проспекту трактора строителей, Легерскому бульвару, улицам Ленинского, Комсомола, Ошмарина, Волково и Кукшумское. Сбой движения составил от 45 минут до 2,5 часов. Также зафиксированы случаи подтопления автомобилей и жилых домов. В первом полугодии 2013 года в республике увеличилось производство бумаги и картона, но производство из этих материалов сократилось. Уменьшилось и производство пиломатериалов. Прибыльно сработала в этой сфере только одна организация в республике. Чиновники и предприниматели обсудили приоритетные инвестиционные проекты освоения лесов на заседании Координационного совета по лесопромышленному комплексу. В республике по сравнению с другими регионами ПФО произошло меньше всех пожаров. Такой результат достигнут не только благодаря природным условиям, но и современной технике. Так, например, для объезда лесов используются два квадроцикла. В планах – закупка новых спецмашин. Также на горизонте два инвестиционных проекта по освоению леса. Первый – в Кирском лесокомбинате. Глубокая обработка древесины. Второй – реализация низкосортной. Это создаст 620 дополнительных рабочих мест в республике. Для реализации инвестиционного проекта Кирский лесокомбинат зарезервированы лесные участки общей площадью 101 170 гектаров, расположенные в границах Алатрского, Бресинского и Кирского лесничеств. Установленный ежегодный отпуск ликвидной древесины составит 94 тысячи километров, в том числе покойному хозяйству 23. Многие бизнесмены подолгу ждут возможность начать заниматься заготовкой древесины. Мешает длительный процесс рассмотрения документов. Причина тому – неопределенный статус лесов. Так, например, в Заволжье поселок Северный, Пролетарский и Сосновка 30 лет находились на территории лесного фонда. Сейчас их перевели в земли для населенных пунктов. Теперь предприниматели точно знают, что не могут претендовать на эти территории. Часть территории у нас, почувавшие, есть такие, которые находятся в лесном фонде, но фактически они используются населенными пунктами, там в Шамурше. Таких участков достаточно много. Для того, чтобы заниматься переработкой, до сих пор она не в подвешенном состоянии. Рабочую группу создайте под руководством министра природных ресурсов или строительства, определитесь, создайте рабочую группу. Чтобы муниципалитет знал, заявитель знал, куда оно должно поступить, привлеките туда несколько ведомств и спокойно, и формат работы определите. И предприниматель, еще раз я говорю, он должен иметь шанс выставиться на аукцион и получить лес военную. А уже наша потом работа с ним, чтобы он тушил, чтобы он лес высаживал. Пока чиновники и предприниматели решают дела насущные, работники лесного хозяйства готовятся к конкурсу «Лучший вальщик леса-2013». Он традиционно пройдет в начале сентября. Экс-судья Верховного суда Чувашии Андрей Емельянов скоро сам предстанет перед судом. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибла жительница Чебоксар. Следователи отдела по расследованию особо важных дел в СУСК Пучувашии направили материалы уголовного дела в суд. Это видео снято с видеорегистратора проезжавшего автомобиля сразу после ДТП. По версии следствия, 6 декабря 2011 года находившийся за рулем машины обвиняемый сбил 34-летнюю жительницу Чебоксар. Произошло это на нерегулируемом пешеходном переходе на 30-й автодороге недалеко от транспортного кольца Коммунальной Слободы. Потерпевшая скончалась на месте происшествия из-за серьезных травм. По данным следователя, Андрей Емельянов не учел погодных условий, интенсивность движения на этом участке и не убедился в том, есть ли или нет пешеходов. С места происшествия экс-судья не скрылся. Согласно акту медицинского освидетельствования, он не был в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы сократить количество аварий на дорогах, российские парламентарии внесли поправки в закон о безопасности дорожного движения. Согласно им, иностранцы не смогут работать в России водителями без российских удостоверений. Поправки в закон должны вступить в силу будущей осенью. Уже с 5 ноября в нашей стране иностранцам будет запрещено управлять транспортными средствами на основании национальных или даже международных водительских удостоверений. Правда, только в том случае, если вождение транспорта связано с трудовой или предпринимательской деятельностью. Чтобы получить российские права, при наличии иностранных водителям придется сдавать теоретический экзамен. Некоторые СМИ связывают такие новшества со страшной аварией под Подольском 13 июля. Тогда водитель КАМАЗа, гражданин Армении, протаранил рейсовый автобус. В результате погибли 18 человек. Более 60 получили травмы. Однако российская газета сообщает, закон приняли еще до трагедии. Правильно. Потому что среди этих водителей много таких людей, которые не соблюдают и правила дорожного движения. И небезопасно с ними, скажем так, ездить. Я за. Только за. Конечно, неправильно. А почему? Ну, как, почему? Надо. Мы туда поедем работать у них, они пусть у нас поработают. Надо как-то опыта меняться. Зачем? Так нехорошо. Между прочим, иностранцы в Европе лучше, мне кажется, ездить даже, чем наши водители. Посмотреть он как наш или хачит. Гастарбайтеры приезжают, да. Вот вчера криминал смотрел. Вот аварии, сплошные аварии. Ладно тогда, давай. Я считаю, что правильно. Пусть пересдают. Во-первых, нашим негде работать. Во-вторых, они приехали, уехали. То есть им все равно в нашей жизни. Я считаю, что водителями должны быть соотечественники. Это рабочие места, предназначенные прежде всего для россиян. Это будет больше доверия просто к перевозчикам. И люди будут себя спокойнее чувствовать намного, то есть пользуясь общественным транспортом. Я считаю, это правильно. В летнем лагере Бригантина сегодня открылась новая смена. Детям она должна запомниться надолго. В этом году сюда приехали гости из-за рубежа. Встретился с ними и глава республики Михаил Игнатьев. Эту смену в лагере уже называют исторической. Чтобы торжественная линейка запомнилась надолго, дети, а их в этой смене 140, попросили главу региона расписаться на флаге лагеря. В этом году ребята заселяются в обновленные корпуса. В спальном блоке заменили двери и оконные рамы, отремонтировали актовый зал для более комфортного отдыха, закупили новую мебель и музыкальную аппаратуру. Оборудовали на территории лагеря и современную игровую площадку. Бригантину не раз признавали лучшим загородным оздоровительным учреждением республики. Пользуются популярностью лагерь и за рубежом. В этом году здесь отдыхают ребята из венгерского города Эгер. Все они учатся в гимназии. В Чувашию приехали впервые. Гостям подготовили развлекательную программу и устроили экскурсию по городу. Сегодня с ними пообщался глава республики. Дети сожалеют, что бригантины работают не круглый год, а только летом. Мы очень рады быть здесь. В лагере все устроено по-другому. Запоминается, что дети очень приветливые и дружелюбные. Мы быстро нашли общий язык. Судебные приставы ведут активную работу по поиску должников, а также по оплате их долгов. Особенно активно сейчас работают приставы с теми, кто отправляется на отдых или учебу за границу. О том, как такая запретительная мера работает, нам расскажет пресс-секретарь управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашии Антон Антонов. Антон, добрый вечер. Расскажите о недавних примерах ограничения выезда из России. Добрый вечер. Да, данные меры применяются нами достаточно активно. Так, весной 2013 года жительница Маргаушского района пожелала выехать за границу, но при этом имела долг на очень существенную сумму в одной из кредитной организаций. И долг ее не был погашен. В городе Москва, в аэропорту, женщина была остановлена сотрудниками пограничной службы ФСБ России и отправлена домой. Аналогичная ситуация произошла буквально недавно, когда женщина в городе Белгород также вынужденно прервала свою поездку на Украину и вернулась домой. Среди таких граждан мог оказаться и мужчина, который запланировал сегодня выезд в Турцию. Но заблаговременно вчера явился в службу судебных приставов и оплатил долг в полном объеме. Это у нее было 7 тысяч рублей по штрафам ГИБДД, а также исполнительский сбор на сумму 6 тысяч рублей. Как и где можно узнать о долге? Управление ФСБ России, как и в целом ФСБ России, всем гражданам предлагает обращаться на сайт ведомства именно в раздел «Банк данных исполнительных производств», где граждане достаточно того, чтобы забить фамилию, имя, отчество, дату рождения и узнать о наличии своей задолженности. Сколько за 6 месяцев 2013 года было взыскано штрафов? Всего за 6 месяцев 2013 года было взыскано 53 миллиона рублей по 120 тысячам штрафов специально полномоченных органов, к которым мы относим штрафы ГИБДД, МВД, ОВД, МЧС и другие. Где можно оплатить штрафы и исполнительские сборы? Традиционно предлагается прийти в службу судебных приставов. Каждый гражданин может обратиться в свой районный отдел судебных приставов к своему судебному приставу-исполнителю и посредством заполнения квитанционной книжки оплатить сумму задолженностей. Но мы предлагаем активно внедрять в обиход использование интернета и информационных ресурсов. Так, на территории Чуваши совместно со Сбербанком мы предложили всем гражданам использовать услуги Сбербанка онлайн-биллинг, когда гражданин может забить фамилию, имя, отчество, ИНН, также просмотреть сумму долга и оплатить. Кроме того, традиционно люди, которые зашли на наш ресурс Банк данных и исполнительных производств, могут также сразу же оплатить там же, перейдя по ссылке в систему оплаты Киви-кошелек, Робокасса, Госуслуги и другие. Спасибо, Антон. Я напомню, что о деятельности судебных приставов нам рассказал пресс-секретарь управления судебных приставов Пучевашием Антон Антонов. Спасибо, всего доброго. Золотой, серебряный и бронзовый запас спортивных трофеев Чуваши существенно пополнился. Благодаря успешному выступлению наших спортсменов на универсиаде в Казани в медальной копилке республики 9 наград. Сегодня глава Чуваши Михаил Игнатьев встретился с героями универсиады, тренерами и их подопечными. С нашими призерами. Восстановились, я смотрю, уже. Это на официальной встрече девушки скромны. А на спортивных состязаниях в Казани доказали всем, что они совсем не робкого десятка. В составе национальной сборной на студенческих играх выступали 7 спортсменок из Чувашии. Настоящей героиней универсиады стала наша Алина Прокопьева. На ее счету три серебряные медали. В острой конкуренции с представительницами Японии Алина сначала завоевала серебряную медаль в беге на 10 тысяч метров, а спустя несколько дней повторила свой успех в полумарафоне, став серебряным призером в личном и командном зачетах. Первая и последняя моя универсиада. Наверное, мне и это и помогло, показать такие результаты. Направила все силы, чтобы победить. Слезы приходили, даже когда я стояла на награждении. У меня спрашивают, кому вы посвящаете эту медаль. Я говорю, эту медаль посвящаю дочке. Ирина Юманова в спортивной ходьбе на 20 километров финишировала второй. Весь педестал заняли россиянки. А Ирина удостоилась золота в командном зачете. Бронзу в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 51 килограмма принесла Екатерина Краснова. В первом же поединке универсиады Екатерина встретилась с принципиальной соперницей из Казахстана, отдав в этом поединке все силы. В итоге перед встречей с монголкой не успела восстановиться. Монголку я ее не знала. Я ее первый раз видела. Немножко не хватило. Мы ее не знали, как она борется, и поэтому проиграли. Но зато в борьбе за третье место Катя собралась все силы, все, что она могла сделать, и показала красивую техничную борьбу. Еще две бронзовые награды в копилку сборной России внесла наша Антонина Савельева. Она заняла третье место в турнире по настольному теннису в личном и командном зачетах. Михаил Игнатьев поблагодарил участниц универсиады и их тренеров и вручил каждому из них сертификаты на получение денежной премии. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Назвать Египет жаркой страной можно не только в силу погодных условий, но и в связи со сложившейся на данный момент политической ситуацией. Как известно, июль 2013 года омрачился массовыми акциями протеста вокруг досрочной отставки президента Египта. Происходящие события не могли не повлиять на настроение туристов. Как вести себя на курорте и стоит ли выбирать Египет в качестве места отдыха, разбиралась наша съемочная группа. Приемлемые цены горячих туров более всего привлекают клиентов туристических агентств. Египет пользуется особой популярностью среди курортных мест. Но сейчас обстановка в стране для туристов остается напряженной. И все-таки есть еще желающие приобрести путевку в Египет. К тому же цены на отдых в этой стране заметно снизились. Туристические агентства Чебоксар в свою очередь советуют выбирать для отдыха более спокойные страны. В одном из турагентств города за ситуацией в этой африканской стране следят особенно пристально. В случае там еще нестабильная политическая ситуация. И как бы ни говорили, что курорты находятся далеко от Каира, от Александрии, от Лупсора. Тем не менее, зафиксированы были уже туристами военные самолеты, которые летают над курортными зонами. По словам Ольги Бортницкой, они рекомендуют своим клиентам выбирать другие места отдыха. Некоторые доверяют советам специалистов. Я считаю, что это тот курорт, на который едут в основном семьи. То есть едут родители с детьми. И подвергать свой отдых опасности я не считаю нужным. Потому что настанут времена, надеюсь, мы все птимисты, что когда-то будет там спокойно и нормализуется, стабилизируется обстановка политическая. И люди так же нормально, спокойно начнут ездить. Чебоксарцы следят за событиями, происходящими в мире. И стараются выбирать места не такие экстремальные, как Египет. В Таиланде были, в Турции были. А в Египте были? В Египте нет, к сожалению, нет. А хотели бы туда следить? Ну, сейчас там обстановка не очень хорошая, так что... А в связи с этим? В связи с этим, да, наверное, скорее всего не поехали. Ну, потому что мне, прежде всего, главное, наверное, мое спокойствие, спокойствие моего ребенка, чтобы с нами все было отлично, все хорошо. На Алтай куда-нибудь можно съездить, на Байкал, а зачем за границу ездить. А солнца у нас здесь хватает на Волге сейчас, 30 градусов жары. Некоторые европейские страны прекратили полеты в Египет на определенный период. Министерство иностранных дел России не подтверждает, что жизни отдыхающих может что-либо угрожать. Поэтому для российских туристов туры в Египет по-прежнему остаются доступными. Евгения Егорова, Екатерина Харитонова, Александр Петров, Республика. В Чувашском государственном художественном музее презентовали отреставрированные работы Кокеля. Три двухсторонние картины предстали перед зрителями в своем первоначальном варианте. Почти две недели умельцы из Киева ежедневно восстанавливали изрядно пострадавшие картины Кокеля. Отсутствие кромок, осыпающаяся краска и уже утерянные фрагменты картины – это лишь часть проблем, с которыми столкнулись реставраторы. Но трудности – это привычное дело для профессионалов своего дела. Сложности для меня не все ожидаемы, потому что приходилось много заниматься реставрацией и в Хорватии, и даже в Китае, и в Севастопольскую панораму, и диораму. А если встречается, то как рядовое все равно идет. Ну, просто знаешь уже по опыту, что нужно, как делать без лишних напряжений, без лишних каких-то операций, только самое необходимое, но не в ущерб. Об ущербе здесь не может быть и речи. Работы Кокеля в буквальном смысле обрели вторую жизнь. Министр культуры Чувашии Вадим Ефимов отметил, что реставрация картин – это неоценимый вклад в сохранение культуры чувашского народа. Это очень важно, необходимо сохранение этого наследия, наследия Кокеля, который поистине связал два народа – чувашский и украинский. По словам Николая Титова, у него остались только хорошие впечатления от гостеприимства и от полученного опыта. Он уверен, что это может быть не последним визитом. Все зависит только от обстоятельств, а желание у него будет всегда. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика. Завтра в полдень на центральном рынке Чебоксар сотрудники Чувашского республиканского радиологического центра и специалисты Минприроды проведут экологическую акцию. Покупатели смогут проверить приобретенные продукты на радиацию. Летать со скоростью света. У Чебнета летает не только интернет, но и их любимые абоненты. У всех друзей интернет-провайдера есть возможность попасть на море этим летом всего за 600 рублей. Компания Чебнета дарит незабываемый отдых с акцией «Оплатим ваш отпуск». Подробности далее. Я же на этом с вами прощаюсь. До встречи завтра. Дорогие мои, Сергей Вениаминович, поздравляем вас. Вы стали нашим первым обладателем главного приза. Летняя акция «Оплатим ваш отпуск». И дарим вам сертификат на туристическую путевку в сумме 70 тысяч рублей. Пожалуйста. Надеемся, что отдых, который достигнет благодаря этой акции. Счастливчиком может стать любой абонент компании Чебнет. Единственное условие – сделать платеж не менее 600 рублей. Мы смотрим каждый 81-й платеж. То есть каждый 81-й платеж является выигрышным. Главный приз получает 12-тысячный участник акции. Самым лучшим призом, естественно, для этого сезона является путевка на море. Кроме поездки за границу, можно выиграть билеты в Казанский аквапарк «Ривьера», велосипеды и море других призов. Семья Сергея Вениаминовича уже более 10 лет пользуется услугами компании Чебнет. Сначала, говорят, современные технологии привлекали только сына-подростка. А потом широкий ассортимент услуг интернет-провайдера затянул и родителей. У всех свои интересы. Новости дня – обмен мнениями на форумах. А самое главное для Чеховых – общение с близкими через интернет, которые живут и в Оренбурге, и Краснодаре. А благодаря Чебнету они могут видеться с родственниками каждый день, хотя и через экран. В жизни мне, конечно, совершенно повезло, потому что я выиграл самый главный приз – это свою супругу и друзей, с которыми я работаю. И работал. Ну, а вот такой материальный приз, как лотерея, это впервые. И долго не верилось, что это состоялось именно с нами. Супруга тоже долго не верила. Сейчас мы рады этому. Нам приятно, что такие люди работают здесь. Нам приятно взаимодействовать с фирмой Чебнет. И я надеюсь, что наши контакты в дальнейшем продолжатся. В отпуск Чеховы, конечно, собирались, но даже не думали, что все обернется так удачно. По-моему, больше рубля мы никогда не выигрывали. Это первый крупный выигрыш, очень неожиданный и очень приятный. В акции «Оплатим ваш отпуск» участвовал их сын. Родители говорят, он постоянно пользуется услугами Чебнет, интересуется всеми новостями. Пока семья Чеховых в приятных хлопотах. Раздумывают, куда бы им поехать по выигранному сертификату. Больше склоняются к европейским странам. Это еще один плюс розыгрыша. Победители могут сами выбрать маршрут путешествия и время поездки. Акция продлится до конца августа. И у всех абонентов компании есть возможность улететь в теплые страны. Или просто получить приятный сюрприз. Подробнее о призах и условиях акции можно узнать на сайте компании Чебнет. www.chebnet.com или по телефону 237777. КОНЕЦ КОНЕЦ